Может ли случиться аллергия на наркоз? Обсудим этот вопрос совместно с врачом-анестезиологом-ренематологом и врачом-аллергологом. Современные ингаляционные анестетики не вызывают аллергических реакций. Все врачи-анестезиологи-ренематологи сети клиник Dental Fantasy обучены диагностике и лечению аллергических реакций. Во всех клиниках нашей сети есть необходимые лекарственные препараты и оборудование для лечения аллергических реакций. Специфических тестов для определения чувствительности к ингаляционным анестетикам не существует, но более того, в каждой нашей клинике есть препарат для лечения такого грозного осложнения, как злокачественная гипертермия. Меня зовут Смирнов Николай Александрович, я главный врач детской клиники «Фэнтези», врач-аллерголог-иммонолог. Дорогие друзья, препараты, которые используются для проведения общей анестезии, безопасны в отношении развития аллергических реакций. Не требуется никакого дополнительного обследования у ребёнка, у взрослого, чтобы оценить переносимость препаратов для общей анестезии. Поэтому можете абсолютно спокойно идти на общую анестезию, если у вас отмечались какие-то аллергические реакции, в прошлом на пищевые продукты, на бытовые аллергены, эпидермальные, пыльцевые и так далее. Если говорить про аллергию на лекарственные препараты, эти виды аллергических реакций никак не связаны с развитием аллергии на препараты, используемые в общей анестезии. То есть, например, если у пациента есть аллергия на парацетамол или нурофен, это абсолютно не означает, что пациент будет плохо переносить лекарственные препараты, используемые в общей анестезии, то есть на препараты для наркоза.